О Великом Новгороде состоялось торжественное открытие регионального ресурсного центра развития добровольчества. На его создание были выделены федеральные средства. Более 5 миллионов рублей расположился центр в Доме молодежи. На карте области сегодня появилась первая официальная точка притяжения добра. Абсолютно новое функциональное пространство с конференц-залом, сценой для выступлений и каворкинг-зоной. Региональный ресурсный центр развития добровольчества – это долгожданный дом для новгородских волонтеров. Присутствовавший на церемонии открытия центра глава региона очень просто и четко сформулировал задачу добровольцев, приведя всего один пример. Когда я приехал сюда, увидел огромную яму на входе, и не одну. Я спросил директора центра, директора нашего Дома молодежи, почему она сказала, что это не мое, это городское. Вот так быть не должно. Вот пока мы с вами будем говорить, что это не мое, это чье-то, у нас никогда ничего не будет толком получаться. И в этот год вы доказали, что не бывает ни своих детей, не бывает ни своих стариков. Вы доказали, что все, что здесь есть, все это принадлежит вам, жителям Новгородской области. Региональный штаб всероссийской акции «Взаимопомощь. Мы вместе» на базе областного Дома молодежи действует с апреля 2020 года. За это время они помогли тысячам новгородцев, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Сегодня очередь земляков сказать им спасибо. Из рук главы региона 34 волонтера получили медали за бескорыстный вклад в организацию акции «Мы вместе». Еще четыре новгородца – почетный знак «Доброволец» Новгородской области. Среди них Наталья Подгорнова. На протяжении многих лет она занимается восстановлением исторической ценности города Валдай. А в год 75-летия Великой Победы, благодаря усилиям волонтеров, на аллее ветеранов появились портреты героев. Волонтерство? Вы знаете, я это слово не очень люблю. Я считаю, что мы не волонтеры, а что мы добровольцы. Потому что именно в этом названии, в русском, как раз скрыт смысл воля к добру или работаю добровольно. Возвращаясь со сцены с заслуженными наградами, добровольцы подходили к новогодней елке. Там их ждали шары с пожеланиями творить добро и в новом 2021 году.